Кресло Рукою чьей-то маленькой, поставленная в комнате, но не садитесь, помните, а если даже в кухне-то, то все равно вы рухнете. Искусств произведения, не место для сидения, сказочный ажур. Не верите? Бонжур! Сейчас проверим. Только ничего он не говорит. Наши отношения стали совершеннее. Покупаю пончик, а он дает мне три. И я плачу за один, а он дает мне три. Почитала Чехова, стало не до смеха мне, я влюбилась по уши и томлюсь. Может, он куражится, может, мне все кажется, если это шуточка, я утоплюсь. Может, он куражится, может, мне все кажется, если это шуточка, я утоплюсь. Он молчит, я мучаюсь, жизнь невезучая. Всем любовь на пользу, а мне урон. В книжках все влюбленные, тощие, зеленые, а я теперь как пончик со всех сторон. В книжках все влюбленные, тощие, зеленые, а я хожу как пончик со всех сторон. Говорил мне дяденька, я люблю вас, Наденька, только он использовал мне слова. Продавал он пончики, ларьки, вагончики. Покупаю пончик, а он дает мне два. И я плачу за один, а он дает мне два. Шутки бывают в природе, шутки бывают в литературе, шутки бывают даже в музыке, как вы знаете. Например, шутка Баха. У Чехова тоже шутка, но у меня есть еще один любимый писатель. Это Владимир Набоков. Владимир Набоков, он как витамин. То есть мне его иногда не хватает, мне надо его почитать. Буквально. И его неповторимый стиль, его эротичность, его драматичность. Она известна, делать комплименты Набокову даже где-то неприлично. Вот как в Париже делать комплименты, все знают. Но есть еще один элемент у Набокова, это его Набоковский абсолютно неповторимый юмор. Вообще это очень драматичный писатель, и там обычно такая экспрессия идет. Но иногда проскакивает строчка, это настолько высокого уровня, высокого качества. Юмор, юмор Набоков. Хотя на самом деле, конечно, он создает сюжеты, и в них люди попадают в такие переплеты, в такие ситуации, что ты начинаешь понимать, что, господи, у меня в жизни все нормально. Ты его в тюрьме хорошо читать, Набокова. Хочешь помогу? Тает кресло глубокое, светит лампа убогая, Тень качается готиком, я читаю Набокова. Жизнь печальные готики, книгу глажу, как котикам. Я читаю Набокова что-то вроде наркотика, Ни смешного, ни строгого, как душа одинокого. К тайнам мира причастного, я читаю Набокова. Жизнь, как бабочка разная, фиолетово-красная и красная. Я читаю Набокова, я Набокова праздную. Жизнь, как бабочка разная, фиолетово-красная. Я, я читаю Набокова, я Набокова праздную. На углу стояла лавка, фото, кажется, проявка. В ней работал одинокий ассистент-студент. Копал ванночки растворы и без лишних разговоров. Фотографии рассматривать ловил момент. А на пленках обнимались, улыбались, целовались. И на лицах было счастье запечатлено. И казалось ассистенту, одинокому студенту, Не один, а лишь один он вечерами может пить вино. Но однажды в ателье сдали пленочку, А фотопленочку для проявочки. И он на пленке обнаружил девчоночку, Одинокую в углу рассмотрел. Все веселые, одна она съежилась, Как-то съежилась, как-то съежилась. И даже кофта на плече ее скукожилась, Даже кофта невеселой была. А остальные обнимались, улыбались, целовались. И на лицах было счастье запечатлено. И показалось ассистенту, одинокому студенту, Не один он вечерами может пить вино. Измениться жизнь может по случаю, А то ли к худшему, а то ли к лучшему. Эта мысль ассистента замучила, И он решился на отчаянный шаг. И по адресу на бланке фактически ее вычислил, Как-то вычислил. И сделал сердце своего ее величеством. Королевой сделал сердце своего, А он с девчонкой обнимался, улыбался, целовался. И казалось, в мире нет ни обид, ни бед. Стало ясно ассистенту, лишь такие вот моменты, Людям хочется на память оставлять в себе. И стало ясно ассистенту, лишь такие вот моменты, Людям хочется на память оставлять в себе. Песня очень жестокая. Вы готовы? Невеселая песня. Как она пела колоратурным сопрано, Верхняя ля приводила в восторг фанатов, Голос слетел, наполняя блаженством прану. Правда, соседи порой много там не надо. Вена, Милан, Варшава, Чикага, Ница. Розы несли в огромных корзинах плетенка. Как-то в одной из корзин увидала певица. Чудный подарок при миленького котенка. Он поначалу был теплым, уютным, ладным. Под неусыпным воздействием колоратуры Стал он припадочным, дива плела рулады И повторяла свежие партитуры. Верхняя ля изводила котяру шибко. Пытка вокалом довольно жестокое дело. Он затонел, царапался, рвал обшивку. Дива вздыхала и пела, и пела, и пела. Сидя в железной клетке в холодном приюте Кот наслаждался отсутствием звука орить. Вывод достанет жизнь. Не терпите, воюйте. То, что кому-то в кайф для другого вивари. Сидя в железной клетке в холодном приюте Кот наслаждался отсутствием звука орить. Вывод достанет жизнь. Не терпите, воюйте. То, что кому-то в кайф для другого вивари. А теперь для ценителей филологии. Здесь ценители филологии в зале. Кирсанов, ценитель филологии. И Гольштейн. Два. Восклицательный, вопросительный, Двоеточие, троеточие, А еще нужен знак просительный. Это если души кровоточие. Ну, пожалуйста, обязательно Напиши мне письмо, хоть короткое. Знак просительный, круг спасательный Завершает послание кроткое. Знак просительный, круг спасательный Завершает послание кроткое. Вы знаете, почему эти кулончики Не достались детям? Из-за Обамы. Обама задержал весь аэропорт. Мне приехали ребята встречать Даже раньше, чем надо. Обама был в аэропорту, Был полный фриз. Все карусели остановились, Все полностью. И все бы ничего, но Дети остались без кулончиков. Поэтому, пожалуйста, претензии в ГАЗДЕП. Но, короче, я все-таки это делаю, да? И я, так же, как, опять же, Зашла речь о первых людях государства, Мишель Обама, она борется с ожирением у населения, да? А я борюсь, я борюсь с одиночеством. Я борец с одиночеством, Мишель Обама, значит, борец с ожирением. Вот. Ну, и, в общем, короче, Я сделала такие сережки под это дело. Они называются часики-сережки. Они реально есть, я их действительно сделала. Я сегодня не отделала, но поверьте мне. Вот. Поэтому то, что я сейчас пою, Это своего рода патент в поэтической форме. How about this? Две пары часиков серебряные крошки Из этих часиков я сделала сережки Теперь по духам у меня не понарошку Запрограммировано тикают часы Затея кажется забавной и невинной Она невинна только лишь наполовину Ведь нам без зеркала своих ушей не видно И невозможно посмотреть, который час Надев сию оригинальную обновку Выходит парышня к трамвайной остановке К ней обращается полежный Казанова Который час вы не подскажете модам Плюс я в Париже, это справа, слева локом Взгляните сами, мне без зеркала неловко И целомудренно откидывает локон И дело в шляпе, он сражен, как наповал И обретет Ромео каждая Джульетта Биро знакомств беспрецедентно гонит в лету Пуанты стрелок совершают пируэты Найдется пристань для любого корабля Я выдам замуж всех подружек по соседству За патентую это сказочное средство Мне будет роялти насчитывать агентство Я заработаю свой первый миллион Две пары часиков серебряные крошки Из этих часиков я сделала сережки Теперь по духам у меня не понарошку Запрограммировано тикают часы В платочке с троном и в боа из горна стая Живут счастливые, часов не наблюдая Планета кружится, любовью налетая Никто не должен быть на свете одинок А сейчас будет песня Не в смысле песня-песня А в смысле то место, о котором пойдет речь Это песня Если вы там были Бывали То вы со мной согласитесь А если не были, то поезжайте Все бросайте Я серьезно, кстати, говорю Скалы глины розовой Матовые грозы Молнии разбросаны Хвойный шиньон Ветром продуваемый Светом раздеваемый Спектры разбиваемый Брайс-каньон А дорога к каньону Усыпана лавками Торгуют упоенно Лолипапами сладкими Туристы покупают Но чудесные банки Плетенные ловушки с ног Голова джакалопа Рогатого кролика В корчме у мотеля Где ковбои за столиком Спорят, что родео По погодным условиям Видимо, отменят опять Красной терракоты Башни пароходы В раковинах кротах Жил кроманьон Миллионнолетие Это благолепие Дарит нам В наследие Красный Атлан А дорога к каньону Усыпана лавками Торгуют упоенно Лолипапами сладкими Туристы покупают Но чудесные банки Плетенные ловушки с ног Голова джакалопа Рогатого кролика В корчме у мотеля Где ковбои за столиком Спорят, что родео По погодным условиям Видимо, отменят опять В воздухе разряженном Опоенно бражном В рощерке протяжном Серый орлан Миллионнолетие Это благолепие Дарит нам В наследие Красный Атлан А дорога к каньону Усыпана лавками Торгуют упоенно Лолипапами сладкими Туристы покупают На чудесные банки Плетенные ловушки с ног Голова джакалопа Рогатого кролика В корчме у мотеля Где ковбои за столиком Спорят, что родео По погодным условиям Видимо, отменят опять А может быть, не отменят Я стою на краю моста Отпираясь о парапет И в лыжников рябота Разбегается, как паркет Гладко мажется по мосту Солнцем маслом на бутерброд Я стою на своем посту И никто ко мне не ведет Пешеходный широкий мост Туго стягивает берега Густо чайки обсели трос Баритоном гудит фрегат А свидание назначено в три А на часах уже ровно пять И на людей смотри, не смотри Твоего лица не видать Долго будет хранить тепло Камни, выжженные моста Козырьком рука тронет лоб И опустится просто так Я немножко еще подожду И смешаюсь потом с толпой И пойду пешком по мосту Раскачав его под собой Я немножко еще подожду И смешаюсь потом с толпой И пойду пешком по мосту Раскачав его под собой Вот У нас время еще позволяет? Да? Позволяет А трипл дабл стоишь? Пожалуйста Я больше не буду слышать трипл дабл Значит, помните, когда в детстве Нам хотели что-то внушить Или что-то доказать Все это показывали на зайчиках, белочках Я решила, что это хорошая идея Вот я написала такую песенку Послушайте Одна пеструшка с петухом Пошла на рандеву Зашли в кафе Он заказал вино и баклаву Вот из-за этой баклавы Все и произошло Она случайно в баклаве Измазала крыло Стараясь чистить баклаву Ускрыла другим крылом Вдруг ощутила, что крыла слепились под столом Петух, не зная про конфуз Поднял за даму тост И вдруг какая-то блоха И прыгнула на хвост И вдруг какая-то блоха И прыгнула на хвост Не зная, как себе помочь И как прогнать блоху Пеструшка стала хохотать на ухо петуху Петух не выносил на дух Таких вот наглых хохотух Он весь плав И он потух Уйдем, сказал петух Ее в курятник проводил Умолчание и глухом О, будьте чучи, милый друг Не будьте петухом Будьте чучи, милый друг Не будьте петухом У нас были потери Произошли потери В нашем деле Первый человек, который ушел Это был Игорь Демичев Ему не стало В 2000 году Ему было 40 лет Барт Сан-Франциско Совершенно блестящий Самый лучший бард был Вот И я помню Борис Гольштейн Борис Гольштейн Я не знаю, вы знаете этого человека Нет, это Все ли знают В смысле Гольштейн Это человек, который поднял Это движение В Калифорнии И по сути во всей Америке Он сейчас В общем, в какой-то мере Отошел от этого дела Но Серьезность Значения этого человека В этом деле Не переоценима То есть, ну, например Все, что я написала Не было бы написано Если бы когда-то На концерте Долина И меня не встретил Гольштейн И такие слова, как я Могут говорить Очень многие наши К сожалению, некоторых Которые могли говорить Эти слова Уже нет с нами Ну, вот Игорь Демичев Одессит Это была первая потеря Вот Я помню Гольштейн На слетах Ставил нас рядом Всегда Вот Сначала я В середине концерта А потом Игорь Игорь выходил И говорил Ну, Рената Создала такую атмосферу И теперь легко петь Я написала песню ему Тогда И плывут облака Как складочки Блессированной белой юпочки Шевелится она Загадочно И сминается ветерком Я стою тут уже Порядочно Ни одну и не две Минуточки Мимо лица Бредут Как масочки И никто тут мне Не знаком А кто был знаком Того нет уже И душа комком Память ретуши На краю волны Пеновета шью На песке Стирает следы Было времечко Было времечко Разметалось Как ветром Семечки Это времечко Это времечко Не забудем Ни я Ни ты Было времечко Было времечко Разметалось Как ветром Семечки Это времечко Это времечко Не забудем Ни я Ни ты А потом как-то сразу и слет, в общем, потускнели как-то сразу и распали слет, сразу после этого стали распадаться Вот, и прошли годы, я буду говорить только о самых близких своих людях Ушел из жизни Женя Даль Это был мой друг И ушел Даль И вот как, вроде ушел, а вроде живой Я вот не, что это, Даль для меня живой Я вроде как не вижусь, но вроде как вот Я же не с ним очень редко вообще пересекалась, созванивалась тоже крайне редко Ну вот он живой Вот как это объяснить, я точно не знаю Вот, а потом в этом году ушел Саша Зевелев Александр Зевелев, это для меня, для близких он Саша Зевелева Это Александр Зевелев, это настоящий блестящий поэт Барт Это москвич, это аристократ с большой буквы Это человек с большой буквы и друг тоже Великолепный совершенно человек Ну вот такая трагедия произошла Короче, я хочу сказать, что Я когда-то Саша написала такую песню И вроде песенка написана клево Но Зевелева я боюсь, как огня Я не стану ее петь при Зевелеве Он пародией замучает меня А я боюсь его, я закоенного Я боюсь, и бьет кондрашка А я боюсь его, а каянного Он ужасно талантливый, Сашка Зевелеву надели наушник Чтобы он не слыхал ничего Сразу в комнате сделалось скучно Так раздевайте наушник с него А не боюсь никого, но его одного Я боюсь, и бьет кондрашка А я боюсь его, а каянного Он ужасно талантливый, Сашка Мой пегас, мышегас, колченоги И ты куда улетаешь, алё? Вот придет справедливый, но строгий Разбираться с тобой, Зевелев А я боюсь его, я закоенного А я боюсь, и бьет кондрашка А я боюсь его, а каянного Он ужасно талантливый, Сашка Вот, и спасибо Я готова вот сейчас для вас прочитать стихи Чего я обычно никогда не делаю Но Саша Зевелев мне прислал e-mail У нас с ним было такое иногда ресталище Закрытое в e-mail'ах Только для нас, мы никому не показывали Он мне прислал e-mail, что видео Есть видео на ютюбе, где люди пошли кататься на слонах На слоне В Индии И все было хорошо, но слону понравилась проходящая мимо слониха Ну я, когда это вот услышала, я поняла, что нельзя мимо тоже Как-то вот так забудется, ну представляете В общем, короче говоря, я написала, значит, мы с Зевелевым решили Я ему написала, Зевелев, давай напишем арию для слонов Значит, ария слона Вы хотите узнать, чем закон Кто писал арию слоники? С Зевелев? Нет, я Ну конечно я Ария слона? Нет, нет, ария слона тоже я Я скажу, когда он вступил Короче, ария слона Повстречалась слониха слону Слон подумал Сейчас стопорну И немножечко пофлиртую Стопорнул, флиртанул впустую У слонихи характер игристый А у него на спине туристый И у каждого по инфаркту От житуха Ни кайфа, ни фарт Потом, значит, ария слонихи Я гуляла по пленеру Вижу, слон идет Валера Из соседнего колхоза Подмигнула людовозу Вы друг друга утешали Нам туристы помешали Стали громко вслух молиться В общем, я ушла девицей Зевелев мне отвечает, значит Я так понимаю, что это ария погонщиков Хоть похожа на слона А только видимость одна Он с работы вылетит Ибо лоябилити Он по виду слон в законе А ведет себя как пони Не положено у них На ходу любить слоних Потом, значит, я ответила Это не было бы так грустно Если было бы смешно На спине слона был грустно И заметьте Не бревно Так в сердцах на партсобрании Разбирали слона флирт Ленин стал Прошу заранее А с бревном они бы могли Ария туриста на слоне Не думай о секундах свысока Когда ты на спине слона качаешься Над духом проплывают облака А вдруг слону слониха повстречается Слон входит в раж Как БТР в гараж А ты забыл составить завещание И ты поймешь Что вот она пора Та-та-та-та Прощание 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 В нервном пике гуляют плечи Стал читать о стихе Шакра Мара И любимого Чука Корнеева А на чане Мне снялся кошмары Слон в экстазе И я на спине его Ария Жены Первого туриста Ну вы уже в теме Вы уже Говорила соседка Соседке На заплеванной Лестничной клетке Мой вернулся С инфарктом Из Дели Довезли Говорят Еле-еле Он страдал За пролетариат На слоне Он катался Гад А слоном Обладела Либида Роза В ваших словах Обида Да какая обида Люся Я за счастье Слонов Молюсь Ария Второй жены Возвернулся Блин Из Индии Сережа Стал таким До неприличия Хорошим Только ночью Как начну Полюбить Но все время Порвается Трубить Ну и Ария Значит Телеведущий Слон С туристами Скучал И слониху Повстречал Так Развеселились Жители Бомбея Что слоны Смутились И ушли Робея Создана Концепция Смеха Контрацепции Очень приятно Смеха Снег растаял Словно Кашица Это все Весна Налетчица Жизнь Длиннее Чем нам Кажется И Короче Чем нам Хочется Всяких Птиц Разнолетательность И Цветов Разнообразие Говорит Что у Создателя Бесконечная Фантазия Значит Сбыться Может Многое Выйдет Замуж Беспреданница И Рябина Одинокая К дубу Листьями Дотянется Снег Растаял Словно Кашица Это все Весна Налетчица Жизнь Длиннее Чем нам Кажется И Короче Чем нам Хочется А Снег Растаял Словно Кашица Это Все Весна Налетчица Жизнь Длиннее Чем нам Кажется И Короче Чем нам Хочется У меня есть Тролик Мой любимый Тролик У него И скрипочка И смычок Но не уезжает Тролик На гастроли Потому что Любит Горячок Но не уезжает Тролик На гастроли Потому что Любит Горячок Я его Так ласково Обнимаю По-якутски Носиком Трусь О нос И шепчу На ухо Пунем Тайре Он так Много Радости Мне Принес И шепчу На ухо Пунем Тайре Он так Много Радости Мне Принес Созданный В Норвегии Кем-то Добрым Тролик Улыбается Мне Одной Он Самой Судьбою Мне Подобран Он Мой Самый Преданный И Родной Он Самой Судьбою Мне Подобран Он Мой Самый Преданный И Родной У меня Есть Тролик Мой Любимый У него И скрипочка И смычок Он Играет Моцарта И Жабима Потому Что Любит Горячок Он Играет Моцарта И Жабима Потому Что Любит Горячок Редочка Первый Второй Запад Термен Я Просто Не помню Какой Ты Создал Вы Не Представляете Какая Сейчас Будет Песня Вы Не Понимаете Чему Вы Мешаете Вы Не Понимаете Я Не Мешаю Я Услышаю Вы Поймете Что Это Я Услышу Это Эта Песня Сейчас Которую Спою Это Конец Концерта Заключительный Аккорд Это Мой Респект Моя Дань Профессии Профессии Непростой Запряженной Они Как Балерины Надо Показывать Легкость Исполнение Но Чего Это Стоит На самом Деле Иногда Знают Только Они Вы Давно Были На Свадьбе Да Ну Тогда Рассаживайтесь Так Поудобнее Вот Это Что У Сергеева Будет Свадьба Что Свадьба Продед На свадьбу Был Одет В Шикарное Сомбреро Неловко Шафер Пошутил Вошел Наверно В раж Сказав Невесте Ваш Продед Еврейский Кабальера Он Шаляпой Компенсирует Ушедший Антураж Он Шаляпой Компенсирует Ушедший Антураж И Там Одна Туда Сюда Уходит От конфликта Хохмит И Шутками Пылит Ну Как Аэрозоль Но Он Как Видно Наступил У Этого Реликта На Самую Присамую Любимую Мозоль Встает Племянник Жениха Прибывший Из Нью-Йорка Он Рассуждает За любовь Он Всем Желает Глык И Свадьба В роли Петуха Уже Пропела Горько Но Прямо В ухо Там Одеван Заяц Шашлык Сияет Жирный Шампиньон На Лацкане Токсида У Тещи Обморок И Шок У Свекра В Горле Стон Коллега Тестя Прошептал Не Вызвать Ли Токсина А Музыкантам Хоть Быхны Лобают Вальс Бастон Тут Тут Микрофоном Завладев Встает Соседка Роза Она В стихах Читает Тост Взбивая Свой Шиньон Но Выливает Тамада С улыбкой Берлиоза Продедушке На Лысину Шампиньон Пириньон Течет Шампанское Рекой Фотограф Подскользнулся Раняя Камеру В салат Кричит Азох Нвей Официант Остолбенел Под нос Перевернулся Невесте Прямо В декольте Вливается Глинтвейн Уг Тамады Под глазом Кныш Встает Печальный Рэбе Он Говорит Аидн Штыл Инук Ну Нет уж Сил Продедушка Залез На стул И заявил Я требую Чтоб Шумуцер Шаферу Меня Прощение Попросил Но Тут Взрывается Жених Застенчивый Как Ландыш Как Завобит Кончайте Гвалт Я первый раз Женюсь Невеста Крикнула Шлемазл Твой Самый Первый Кадыш Я В синагоге Заказать Теперь Не поленюсь Подъехал Белый Лимузин Весь Бантах И Оборках Водитель Двери Распахнул Молодожены В путь Медовый Месяц На носу Пожал Те На малюрку Свекровь Шепнула Жениху Про маму Не забудь Продед Хоть Очень Был задет А под Крики Дети Мазл Болтовый Дружная Лыхаем Молодожена Внесло Шикарное Авто И Со словами А теперь Танцуем Отдыхаем В ладоши Хлопнул Тамада Клотнув Баракал Бордо Продед Хоть Очень Был задет Устроил Бурный Фрейлахс Свекрови Свекор Подмигнул И Тещу Закружил Откинув Туфли Босиком Плясала Тетя Шейла А здесь Жевал Гефиль Тефиш Шепча Шоб я Так Жил А здесь Жевал Гефиль Тефиш Шепча Шоб я Так Жил Горит В пещере Огонь Неназванный Огнем Стоит Волосатый Конь Неназванный Конем Синантропы Сели Кружком И молча Глядят В костер Они Уже Ходят Пешком Но Взгляд Еще Не Хитер В повалку На шкурах Лежит Мохнатая Детвора Урью Уютно Огонь Дрожит До Самого Бы Утра Им Снятся Какие-то Сны А как же Нельзя Без снов Финантропские Пацаны Охотятся На кабанов И вот Одному Из них Привиделся Дивный Сон Горят Большие Огни И Девушки На все Территории Так Значит Мы Все Таки Важны Для Истории Чей Прапрапрапрапрадедушка Увидел Нас Во сне Угадай И По кругу Мне Гитару Передай Передай Спасибо 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 Спасибо